Ребята, привет! С вами опять я, Полина Червова, и я рада приветствовать вас на моем канале «Английский для начинающих» с Полины Червовой. И сегодня я нахожусь в Индонезии, на острове Бали. И именно здесь я буду снимать для вас свое новое видео. Сегодня я расскажу вам про слово used. Я уверена, что вы встречали его либо в фильмах, либо в видео, либо в каких-нибудь текстах. И каждый раз оно имеет разное значение. Давайте поговорим о всех значениях слова used и как правильно его использовать в своей речи. Первое. Слово used to. Когда вы видите конструкцию used to, а дальше идет глагол в изначальной форме, например, I used to read a lot. Я читала много. Это переводится как я раньше много читала, но значит сейчас я уже не читаю. То есть конструкция used to указывает на то, что мы совершали какое-то действие в прошлом, а сейчас уже не делаем. То есть вы могли бы использовать просто past simple, а можете использовать used to. Это будет означать, что вы это действие уже не совершаете. То есть, допустим, раньше я много читала, либо раньше я плавала каждый день в бассейне, либо раньше он каждый день бегал по утрам. То есть, если вы будете использовать used to, это означает, что вы этого уже больше не делаете. Например, Раньше я читала много, раньше я плавала каждое утро, раньше я гулялся со своей собакой каждый вечер. Это значит, что я этого уже больше не делаю. Да? Как строится предложение с этой конструкцией? Мы говорим used, потом добавляем to, а потом идет глагол в изначальной форме. То есть, walk, go, swim. Все просто. Хорошо. То есть, I used to dance. Например, да? Я танцевала. Сейчас я уже не танцую. Второй вариант использования used. Мы используем это слово в значении привыкнуть. Для этого нам нужно добавить глагол to be, to be, used, to, а потом использовать герундий или существительное. Герундий – это глагол с сингловым окончанием. Данная конструкция переводится как привыкнуть к чему-то. То есть, я привыкла вставать каждое утро рано. Или я привыкла готовить каждый день. Или я привыкла много читать. Да? То есть, это моя привычка. Это то, что я делаю постоянно. Например, После used to я использовала глагол с сингловым окончанием. Другой пример. Я привыкла плавать каждое утро. То есть, это моя привычка. Либо вы можете сказать Я привыкла к этой квартире. То есть, я привыкла к чему-то. Для того, чтобы слово used переводилось как я привыкла, нужно поставить перед ним глагол to be, to be, used, to, а потом существительное или глагол с сингловым окончанием. Запоминайте. В первом случае у нас было used to и просто глагол. Это переводилось как Я что-то раньше делала, сейчас не делаю. Да? Когда у нас to be, used, to, и потом существительное, либо герундей, глагол с сингловым окончанием, это значит, что мы привыкли к чему-то. И давайте теперь о третьем варианте использования слова used. Также можно его использовать как привыкнуть к чему-то, но немножко в другом формате. Например, вы приехали в новый город, все было сложным, непонятным, вам казался этот город ужасным, ужасно скучным, может быть, или очень шумным, но вы все-таки привыкли к нему. То есть, вы не думали, что вы к этому привыкнете, но привыкли. Либо вы приехали в Китай, все новое для вас, да, еда для вас новая, и вам еда, допустим, не нравится, и вы думали, что вы никогда к ней не привыкнете, потому что она слишком необычная для вас. Но вы все-таки привыкли к ней. То есть, то, что вам казалось очень необычным, странным, но в итоге вы к этому привыкли. В данном случае мы должны поставить И потом опять существительное или глагол с линговым окончанием. Например, Когда я приехала на Бали в прошлом году, все было странным и непонятным для меня, но я привыкла к этому, да? То есть, сначала мне казалось, что я не могу привыкнуть, но в итоге я привыкла. Ребят, давайте повторим все, что мы сегодня узнали. Мы сегодня говорили с вами про слово used, да? Сначала мы говорили о том, что мы можем использовать значение, что мы что-то делали в прошлом и уже не делаем. То есть, Это значит, что я плавала раньше каждое утро и больше не плаваю. Второе значение слова used мы используем с глаголом to be To be used to То есть, Я привыкла что-то делать, это моя привычка, это мое ежедневное занятие, например. I'm used to working every day. Я привыкла работать каждый день, это моя жизнь, да? I'm used to learning English every day. Я привыкла учить английский каждый день, мне это нравится. Либо Я привыкла к этому компьютеру. И третье значение Привыкнуть к чему-то, что казалось вам сначала очень сложным и необычным. В данном случае мы говорим Get used to Я привыкла к этой стране. Она сначала казалась мне очень необычной, слишком экзотичной, но я привыкла к ней. Ребят, я надеюсь, что видео было понятным и интересным. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк, так я буду понимать, что вам нравятся мои видео и вы их смотрите. Не забывайте подписываться на мой канал и мы всегда будем на связи и вы будете получать уведомления о моих новых видео. А также приходите участвовать в онлайн-марафоне английского языка, который проходит каждый месяц и в течение которого я помогаю всем участникам заговорить на английском всего за один месяц. Конечно, вы не будете владеть английским в совершенстве, но я вам обещаю, вы обязательно о нем заговорите. Ну что, я прощаюсь с вами. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...